Знаменитый кубинец Роберто Келторес Воденцова. И это уже не сенсация. Зато удивительно присутствие более двух десятков юных гостей на репетиции Оденцовского эстрадно-симфонического оркестра. Особенные детки, участники клуба «Изумрудный город» окунулись в закулисье большой работы, чтобы познакомиться поближе с оркестровой музыкой. Мы с вами как маленький пазл сложим элементы в одну большую красивую картину, которая называется «Оркестровая музыка». Складывать пазл музыкального путеводителя помогают профессионалы. Ведущая проекта Ирина Ватронина и дружный оркестр под руководством Андрея Балина шаг за шагом знакомят гостей с музыкальными инструментами. В начале самые яркие, блестящие, духовые, игривые и настойчивые инструменты, которые дышат музыкой, а точнее обретают дыхание и звучание по велению трубача. Например, Виталия Анисимова. Среди участников интерактива известные артисты Сергей Ручкин, певица Малина и кубинец Роберто Келторес. Победитель «Новой волны» 2013 года дебютирует в благотворительном концерте Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. Это его первое знакомство и с городом, и с публикой. Дети – это неисчерпаемый источник позитивной энергии. Проект «Музыкальный путеводитель» реализуется в Одинцово второй год. Постоянные участники – это школьники, третьеклассники. Создавая программу музыкального интерактива, специалисты Центра народного творчества не делали различий между обычными детьми и ребятами с особенностями развития. Ведь музыка понятна и доступна всем. Мы первый раз попадаем на такое необычное представление, когда нам показали и рассказали о музыкальных инструментах. А вообще для наших детей музыка – это что-то просто невероятное. Они ее воспринимают даже лучше, чем другие обычные дети, скажем так. Но мы в восторге. Наши слушатели становятся просвещенными, они понимают, что происходит на сцене, ну и эстетически растут. Вооружившись музыкальной теорией, ребята перешли к практике, поднялись на сцену и сыграли так, как сумели, как смогли. Творческий порыв молодежи поддержали и знаменитые артисты, а дирижер Андрей Балин на несколько минут уступил свою палочку юному дарованию. Такое возможно только в сказке или в городе Одинцово, где драгоценно каждая детская улыбка. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.